1 раз вы на канале олег ас и сегодня мы с вами переместимся в до верховинную эпоху это мопед mp-046 1969 года я уже о нем немного вам рассказывал когда мы в первый раз его привезли но сегодня он уже после реставрации и поэтому настало время рассказать о нем немного подробнее mp-046 пришел на смену предыдущей двухскоростной модели львовского мотозавода под названием mp-043 он уже получил увеличенный бак но здесь установлен тот же двигатель ш-51 который был и на mp-043 это последний так называемый мопед из генерации техно дизайна то есть такими вот рублеными формами гранеными крыльями с капотированной компоновкой и защитой двигателя и он получил неформальное название верховина 2 хотя на самом деле он так не назывался более того на этом мопеде мы не найдем ни одного обозначения кроме как на шильдике написано lzm mp-046 с этим мопедом связана довольно интересная история о самых первых в ссср маркетинговых исследований мотоциклетного рынка обстояло дело так 1969 образовался небывалый остаток мопедов на складах в магазинах спорт товары вот эти вот мопеды mp-046 и 1 скоростная версия mp-045 а которая уже рассказывал ранее на складах скопилось порядка 40 тысяч нереализованных мопедов при том что их конкурент рига 4 и рига 5 и 7 продавались относительно неплохо цены на эти мопеды были точно такие же как и на риге вот данная модель mp-046 стоило 190 рублей в то время а mp-045 стоило 130 рублей когда на львовском мотозаводе приняли решение провести маркетинговое исследование опросить потребителей и в ходе этого опроса беспрецедентного кстати в ссср было опрошено около 5000 человек было выяснено что этот мопед воспринимается как тяжелый из-за того что он имеет вот такую капотированную компоновку такие вот тяжелые крылья граненые по сравнению с ригой 4 его воспринимали как более тяжелый более того несмотря на то что они комплектовались одинаковыми двигателями его почему-то воспринимали более медленным ну и самая главная причина почему его не покупали потому что они были очень некрасивых цветов таких вот голубоватых вот эта модель в зеленом таком еще приятном цвете но большинство из них было такие в небесно-голубого или грязно-голубого цвета который в принципе очень воспринимался нехорошо по сравнению с рижскими окрасками и тогда было принято решение разрабатывать абсолютно новую модель двухскоростного мопеда львовского мотозавода уже под именем собственным верховина и чтобы как-то соответствовать стилистике название рижского мотозавода то есть рига были рига 3 рига 4 рига 5 рига 7 посчитали двухскоростные модели которые были выпущены на тот момент во львове а их было уже две верховина 3 вышла под именем именно верховина 3 а данный мопед назывался просто mp-046 и вошел в историю вот как предвестник верховины принципе он довольно простой кстати очень неплохо едет сейчас мы естественно покажем как он заводится ездит но как видим он одноместный с вот таким вот маленьким багажником на который ну сложно что-то разместить нету никакого бардачка даже вот положить например фурнитуру телефонную некуда но он имеет светотехнику спереди и сзади ближний дальний свет вот такой вот нет не притязательный простой тоже время очень надежный мопед кстати именно вот эти вот mp-046 из периода шестидесятых ну наверно одни из самых массовых сейчас на рынке их осталось больше всего кроме того еще 902 встречаются и вот mp-046 то есть если вы посмотрите в объявлениях о продаже мопедов то увидите что из того периода 902 и mp-046 это наиболее массовые на сегодняшний день мопеды ну а данный экземпляр нам достался в таком немножко убитом состоянии мы его реставрировали как могли как видите он теперь выглядит довольно неплохо все было проведено гальваническая обработка деталей мы все это по максимуму восстановили вот его кстати шильдик если обратите внимание то это фактически вот единственное обозначение по которым можно определить что это мопед именно львовского мотозавода и кстати говоря на его шильдике впервые уже присутствует та самая башня на колесе которую мы впоследствии встречаем и на мопеде тиса и на мопедах верховина и карпаты а впервые вот появилась она на мопеде mp-046 ну давайте я не буду много вам рассказывать мопед в принципе хорошо известный давайте покажу как он работает как заводится видим у этого мопеда такая откидная ножка которая убирается назад она с одной стороны очень легко его поставить на ножку с другой стороны неудобно потому что об нее может цепляться педаль ну запускаемся заводится mp-046 очень легко с первого прокрута педали ну и давайте посмотрим как он едет он довольно бодро неплохо у него очень неплохой двигатель как для 69 года вот довольно приемисто стартует а вот с тормозами конечно есть вопросы но не стоит забывать что мопед все-таки очень старый ему уже больше 50 лет и слава богу что он таком хорошем состоянии так неплохо ездит и стартует будет у нас в коллекции естественно будем на нем кататься снимать различные видео вот чтобы вы понимали о том что он заводится непоказательно вот в процессе разговора я его буду запускать еще раз видите заводится он с первого прокрута очень легко очень хорошо отрегулировано зажигание поэтому но вот такая вот капсула времени теперь у нас появилась кстати говоря будет интересно узнать кто ездил на таких мопедов у кого они были каких цветов вы их встречали рассказывайте об этом всем в комментариях подписывайтесь на наш канал оставайтесь с нами как видите у нас всегда только интересная аутентичная и самое главное необычная мототехника я Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»